В тот момент, когда человечество борется с мировой пандемией и изобретает технологические новшества на грани фантастики, жители подмосковного города Латкарина столкнулись с проблемой самых бедных южноафриканских стран – отсутствием питьевой воды. Это Латкарина – небольшой город в Московской области, с населением в 51 тысячу человек. И нельзя сказать, что город запущен до основания. Здесь есть несколько заводов, налажен выпуск стройматериалов и много чего еще. Но главный показатель Латкарина – активно строились жилые дома, и люди стремились здесь обосноваться и жить. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Сегодня в городе обманутых дольщиков больше, чем покупателей жилья, а бытовые проблемы свели на нет все планы развития городка. Проблема с водой у нас стоит уже относительно давно. Проявляется она в следующем, что мы получаем под маркой питьевой воды техническую воду. Порой бывает вода такого цвета, коричневого, в часы большого водоразбора, мутная. Частенько бывает запах воды. И, значит, одно время, но это было, правда, относительно давно, не могу сейчас, сейчас такого нет. Даже вот я наблюдала, плавали какие-то маленькие частички, такие как, типа, не знаю, там, живность какая-то. От воды, вроде бы на вид белый, идет какой-то жуткий запах. То иногда какой-то кислоты. Вот, знаете, такое впечатление, что вы чистите зубы соляной кислотой. Состав воды, которая течет из крана жителей Латкарина, напоминает рецепт отравы из книги ядов. Бор, стронций, железо и прочие тяжелые элементы, калечащие здоровье детей и взрослых. В городе уже отмечен всплеск заболеваний. Вот цитата из материалов Латкаринского городского суда. Согласно лабораторным исследованиям, содержание железа, фторидов, стронция, бора, лития в питьевой воде, поставляемой населению города, превышает предельно допустимые концентрации, что при длительном потреблении воды с таким количеством может повлиять на возникновение у населения заболеваний органов кровообращения, пищеварения, эндокринные системы, мочевыводящих путей, костно-мышечные системы. С водой в Латкарина не заладилось давно. По распоряжению бывшего мэра Латкарина, а сегодня председателя местного совета депутатов Евгения Серегина, система водопроводных труб была закольцована. В единую сеть собрали как аварийные источники подачи воды, так и скважины с отличной артезианской водой. А минус на плюс, как известно, дает лишь отрицательный эффект. Радиактивная вода. Какие последствия? Я думаю, специалисты знают, что значит радиация, на что она влияет. Дом, скажем, молодой, жильцы молодые, значит наши молодые детки, которые растут, понятно, что растут нездоровые. Наличие стронция в воде, меня это очень беспокоит, потому что перспектива получить онкологическое заболевание меня как-то совершенно не радует. Очень резко возрастает заболевание именно онкологическими заболеваниями. Местом встречи для латкаринцев стало городское кладбище. По иронии судьбы, здесь расположен родник с чистейшей водой. Приходя ежедневно за водой, у источника можно встретить всех. Это самый основной родник, где вода самая чистая. Ее не сравнить с питьевой водой, который поставляет МП «Водоканал». В рабочие дни. Здесь, значит, очередь составляет, ну, часа два, два-три часа. Сюда приезжает городская больница, по ночам набирают воду, везут в больницу. Приезжают очень крупно, вот на машинах, как вы видите, да, вот эти машины, они приезжают здесь, затариваются, ну, где-то на неделю. Обычный прием ванны жительницы дома номер 4 по улице Степана Степанова превращается в приключение героя из фильмов ужасов. И таких в латкарина большинство. Местные жители отказываются платить за такую воду. Дальше удивительнее. За воду, а также за иные коммунальные услуги, жители некоторых районов стали платить дважды. Двойные квитанции у нас присутствуют такие, что гражданин Серегин решил переделать потоки платежей за ЖКХ. И своим указанием назначил, вот, кстати, по всем семи домам. И у нас собрание было, что мы выбрали, так сказать, непосредственно гарант стройсерис. Он чихать хотел на все. Он своим распоряжением назначил МУП ДЭС Латкарина. Ну, свое унитарное предприятие, там, своих родственников. Приходили одно время две квитанции от двух управляющих компаний. Никому оплачивать было неизвестно. Прекратили оплачивать одно и второе какой-то период времени, потому что неизвестно кому. Одна компания судится со второй, выигрывает суды. И в конечном итоге все присылают квитанции, все считают себя правыми. Концов не найдешь. Беды жителей Латкарина все больше напоминают адаптацию египетских казней. В современной интерпретации зачинщиком всех ужасов становится Евгений Серегин. Корень проблем с нашей мэрией, с нашего бывшего мэра. О нем уже многие знали. С ним многие работали, его знали. И все Латкарина, по крайней мере, сколько я знаю, ну, все были против него. Все. Евгений Серегин несколько лет назад уже гремел своим именем на всю страну, будучи министром строительства Московской области. В середине 2000-х он действовал в связке с экс-министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым. Как известно, господин Кузнецов отмывал украденные из московского областного бюджета деньги через строительные контракты. Финансист недавно был приговорен к 14 годам лишения свободы. А Серегин с несколькими уголовными делами торжественно занял пост мэра. Я не знаю почему, он неприкосновенный, его никто не мог утроить. Кузнецова посадили, а ведь они вместе участвовали в афере в этой. Когда он пришел к нам, мэром, у него было 4 открытых уголовных дела. Но его связь с Кузнецовым, да, поскольку, ну, как вот все эти расследования и все, что публиковалось в прессе, то деньги-то уводились через строительный комплекс Московской области. Жители ЖК «Высокий берег» строитель со стажем Серегин вот уже несколько лет радуют бетонными плитами, где могут жить разве что бродячие кошки и собаки. А обманутые дольщики вынуждены ютиться в аварийных домах напротив. Там один дом стоит просто законсервированный, разваленный, недострой. Там и другая есть проблема, потому что они натыкали этих домов на набережной. Фактически на обрыве к Москварике они у них начали ехать. И там уже два дома, ну, как сказать, там уже, не знаю, по три или по четыре раза строили подпорные стенки, потому что дома ползут. В бытность мэра товарищ Серегин сделал все ради своего светлого будущего. Надеюсь, что сегодня мы делаем большой старт. Прошу генерального инвестора, застройщика, значит, провести необходимые мероприятия. В этом сюжете местной телекомпании семилетней давности мэр Серегин дает старт амбициозному проекту ЖК «Высокий берег». Старт был действительно дан, и необходимые мероприятия сделаны. Деньги, взятые застройщиком в кредит, исчезли. Компания обанкротилась, а люди остались ни с чем. Я являюсь жительницей дома, улица Набережная, дом 6, города Латкарина. Дом наш находится в аварийном состоянии. Изношенность дома составляет 83%. Мы, жители этого дома, являемся заложниками нашей администрации, которая планирует и кормит нас завтраком. Наталью, как и других жителей аварийного дома, еще в 2015 году должны были переселить как раз в дом «Высокий берег». Так он выглядит сейчас. Есть другие, более серьезные проблемы. И более серьезные проблемы – это уничтожение лесного массива вокруг Латкарина. Кусок леса, он принадлежал нашему латкаринскому заводу оптического стекла, УЗОСу. Почему? Потому что это была его защитная территория. И завода, чтобы там кому ни на нос не совали, что там такое. И для жителей, потому что, ну, вредные выборцы есть, а тут все-таки большой зеленый массив. Что будет возводиться на месте вырубки? Санаторий? Загородный дом? Латкаринцы надеялись, что никогда не узнают ответ на этот вопрос. Ведь на экс-мэра снова заведено уголовное дело. Когда завели уголовное дело на Серегина, вот, народ так воспрял, так обрадовался. Ну, все говорят, что он откупится. Вот, купится опять и опять. Сколько бед должно обрушиться на город, чтобы местный олигарх умерил свой аппетит, покажет лишь время. Зато в одном есть абсолютная уверенность. В ответе на вопрос Некрасова. Кому на Руси жить хорошо? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ